С 16 по 22 февраля в мире танков проходил аукцион, где на продажу выставили 7 лотов, 5 за серебро и по одному за золото и свободный опыт. Аукцион входит в стандартную цепочку событий, где игроки могут потратить ресурсы после открытия новогодних коробок и новогоднего фарма серебра. Это трейд-ин, аукцион и конструкторское бюро. Первый лот М41-90, премиум ЛТ 8 уровня Германии. На продажу выставили 5000 штук по стартовой цене 12,5 млн серебра. Танки являются чем-то средним между ЛТ и СТ и значительно уступают многим легким премиум танкам 8 уровня. Но несмотря на это, ставку сделали почти 24 тысячи игроков и к окончанию торгов конкурентная ставка перешла рубеж в 25 млн серебра. Минимальная ставка, которая прошла, составила около 22 млн. Второй лот 56ТП, тяжелый премиум танк 8 уровня Польши. На продажу выставили 7,5 тысяч штук с минимальной стартовой ценой 250 тысяч свободного опыта. Совсем недавно проводили марафон с этим танком и вот его уже предлагают на аукционе. Торги проходили в закрытом формате и минимальная ставка, которая сыграла, составила около 350 тысяч свободного опыта. Третий лот М54 Ренегат, тяжелый премиум танк 8 уровня США. На продажу выставили 10 тысяч штук со стартовой ценой 12,5 тысяч золота. В 2019 году танк впервые предлагали за марафон, а потом он еще несколько раз появлялся в продаже. Это хороший премиум танк, основным недостатком которого является только огромная командирская башенка. Аукцион проходил в закрытом формате. Минимальная ставка, которая прошла, составила около 12 600 золота. Возможно даже, что некоторые игроки забрали танк по стартовой цене в 12,5 тысяч. Или у большинства донатящих игроков уже есть этот танк, или игроки потратили все золото из новогодних коробок, чтобы выбить оруженосца. Но лот за золото не вызвал особого ажиотажа, в отличие от лотов за серебро. Четвертый лот М4А1 Ревелорези. Средний премиум танк 8 уровня Франции. На продажу выставили 5 тысяч штук по стартовой цене 10 миллионов серебра. Танк недавно оплыли. И хоть я бы не сделал этот танк имбой, к концу торгов конкурентная ставка ушла выше 33,5 миллионов. И минимальная ставка, которая прошла, составила около 30 миллионов серебра. Ставку сделали более 31 тысячи игроков. Пятый лот ФВ4202. Средний премиум танк 8 уровня Великобритании. На продажу выставили 5 тысяч штук по стартовой цене 12,5 миллионов серебра. За долгие годы игры танк уже много раз продавался, а изначально вообще был в ветке прокачки. Поэтому многих игроков он уже есть. Или был в ангаре, но тем не менее, к концу торгов конкурентная ставка преодолела отметку в 27 миллионов. Минимальная ставка, которая сыграла, составила около 25 миллионов серебра. За лот поборолись 20 тысяч игроков. Шестой лот КВ-4 КТТС. Премиум ПТ 8 уровня СССР. На продажу выставили 5 тысяч штук. По стартовой цене 15 миллионов серебра. Этот танк является огромным неповоротливым сараем, но это не помешало игрокам ставить огромные суммы на этот лот. В результате чего, к полуночи, конкурентная ставка перевалилась за 38 миллионов. Минимальная ставка, которая сыграла, составила около 35 миллионов серебра. Ставку на этот лот сделали 23 600 игроков. И седьмой финальный лот. Эмиль-1951. Тяжелый премиум танк 8 уровня Швеции. На продажу выставили 5 тысяч штук. Со стартовой ценой 15 миллионов серебра. Пять лет назад этот танк впервые появился в качестве награды за игру на линии фронта. С тех пор он очень редко появлялся в продаже только в последний год. А потому ставка на этот лот побила рекорд. К окончанию торгов, конкурентная ставка влетела в космос и составила 45 миллионов. Свою ставку сделали 27 500 игроков. И минимальная ставка, которая сыграла, составила около 41 миллиона серебра. По итогам аукциона, можно сказать, что впервые большая часть лотов была за серебро. И хоть эти танки по своим характеристикам ниже среднего, игроки ставили огромные суммы. Более 30 миллионов серебра за один танк. Лучшие времена черных рынков давно прошли. Тогда можно было купить редкий танк за более-менее доступную цену. Теперь же на аукционах продают откровенно неинтересную технику за огромные суммы игровых ресурсов. Да, было интересно подоблюдать, как игроки повышают ставки и как вокруг этого аукциона проходит ажиотаж, но в результате большинство игроков снова не смогли ничего купить из-за неадекватно завышенных цен.